Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйхан. Шаббат шалом, друзья, еще раз шаббат шалом. Повернитесь друг к другу и обязательно улыбнитесь. Скажите, как хорошо, что ты на этом месте сегодня. И когда мы друг к другу улыбаемся, то улыбка к нам возвращается. Как в той песне «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется». Это закон сеяния и жатвы в действии. Улыбаешься, улыбка возвращается. Но, друзья, сегодня я хочу поговорить с вами на одну очень серьезную тему. Эта тема в наше время не совсем популярная, скажем так. Моя сегодняшняя проповедь называется «Вопросом. Жива ли моя вера?». И я благодарен Духу Святому за то, что Он направил меня именно на эти размышления. Потому что, когда я готовился, у меня была возможность в первую очередь провести анализ лично моей веры. Я уверен, что очень важно, проповедуя, стоя на этом месте, в первую очередь проповедовать себе. Потому что, ну, важно моя жизнь, мое изменение в первую очередь. Писание говорит, что Боже, что ты спасешь весь мир, а своей душе навредишь. Поэтому все это время, когда я готовился, я проповедовал в первую очередь себе. Ну и, конечно же, для меня честь и радость делиться тем, что Бог положил на мое сердце с вами. И давайте помолимся. Я думаю, что очень хорошо всякое дело начинать с молитвы. Дух Святой, Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты на этом месте. Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты принимаешь активное участие в наших жизнях. Боже, жизнь каждого из нас, она для Тебя небезразлична. И Ты каждый день, Ты пытаешься коснуться нас, Ты пытаешься говорить внутрь наших сердец. Я прошу Тебя сейчас, чтобы Ты действовал среди нас. Чтобы Ты говорил в наши сердца. Чтобы наши сердца были открыты к тому, чтобы слышать Твой голос. И чтобы наши сердца были открыты к тому, чтобы откликаться на Твое действие. Мы благословляем Твое Святое Имя, и мы благодарим Тебя за то, что это место, это место Божьей славы. Благословенное имя Твое во имя Ишуа. Амин. И, как вы понимаете, у всякого действия есть цель. Так и у всякой проповеди должна быть цель. Если проповедник выходит на крафтедру и не понимает, к чему он хочет привести своих слушателей, то, в принципе, он и не может ожидать, что получит какой-то результат, потому что он не понимает, что он хочет видеть. У меня сегодня есть цель, друзья. И эта цель, я хочу помочь каждому из нас, опять же скажу, в первую очередь себе, в первую очередь. Я хочу помочь каждому из нас делать анализ своей веры на основании Священного Писания и прийти к решению искреннего, правильного, я бы сказал, библейского посвящения Богу. Послание Тимофея, 4 глава, 16 стих. Очень известный нам текст. Мы его часто слышим, он на слуху. 1 Тимофея 4, 16. Равшауль, наставляя своего духовного сына, Тимофея говорит следующие слова. 2 Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Знаем текст, да? Хорошо нам знакомы. И думаю, что мы с вами понимаем, что эти слова, они, в принципе, адресованы не только Тимофею, они адресованы и нам с вами. Таким образом, мы видим, как апостол, он акцентирует внимание слушателей на том, что для совершения спасения необходимо вникать в состояние своей веры. Слово «вникать», которое используется в Писании, имеет вот такие значения. Пристально следить, внимательно смотреть, держать в поле зрения. Итак, мы видим, что Дух Святой, Он призывает нас к тому, что мы должны очень пристально следить за своей верой. Нам необходимо на нее внимательно смотреть и всегда свою веру держать в поле нашего зрения. Павел также говорит, что, вникнув, очень важно сопоставлять состояние своей веры с тем, что говорит Божье Слово. Причем это необходимо делать не периодически, а постоянно, на протяжении всей своей жизни. Амэн? Вы согласны? Что на протяжении всей своей жизни мы должны пристально смотреть, внимательно смотреть на состояние своей веры. Но я уверен, друзья, я уверен, что наши действия, они могут быть постоянными только лишь при условии, что они стали частью нашего характера. Скажите, пожалуйста, кто из вас планировал, например, в своей жизни заниматься спортом с Нового года или с понедельника не есть после шести? Есть такие? Я думаю, что очень многие из нас это делали. «С Нового года я начну делать зарядку» или там «С понедельника я не буду есть после шести». Если задать вопрос, а кто принимал подобные решения и в постоянстве их исполняет, то тут уже процент рук будет не такой большой, как в начале. Как правило, большая часть из нас, она почему-то сходит с дистанции принятого решения. Вопросы постоянства вникания в себя и в учения дела обстоят, в принципе, таким же самым образом. Да, мы с вами молимся, кто-то даже каждый день. Да, мы с вами даже читаем Священное Писание, кто-то, может быть, даже каждый день. Но вот с вопросом систематического сопоставления своей жизни с Божьим Словом, похоже, дела обстоят не так просто. Современные верующие, я вам скажу, по причине определенных течений богословия, в своем большинстве полагаются на работу Святого Духа. И в принципе это правильно, полагаться на работу Святого Духа. Но есть некоторые перекосы. Дух Святой, вот я. Я дитя царя. Работай со мною. И это значит, что Дух Святой вместо меня должен произнести молитву покаяния. Очень часто мы думаем, ну меня прям должно что-то так подвигнуть, ну прямо Дух Святой должен говорить через меня. Или же Дух Святой должен взять меня за руку и привести меня в молитвенную команду. Или в ашерское служение, или в какое-то другое либо служение прям взять и привести. Почему-то мы так думаем. Но это, конечно же, не у нас. Это где-то далеко, там где-то далеко. У нас все нормально с этим вопросом. Но освящающая работа Святого Духа происходит при нашем ответе на его труд. Друзья, должен быть наш ответ на его труд. А это значит, что если я хочу иметь плод в своей жизни, то мне необходимо, чтобы прийти к какому-то результату, принять определенные решения, что в принципе значит активизировать свою веру. Мне когда-то очень давно я услышал, и мне очень понравилось выражение, вера это принятие решения. Поэтому, чтобы иметь результат, нам надо принять решение, что значит активизировать свою веру. Начать верить. Вера всегда, она что-то делает. Друзья, наши же решения, если они действительно будут приняты нами, то они будут производить определенные дела, определенные действия. И именно мои дела, они подтверждают то, что я верю Духу Святому в том, что Он хочет сделать со мной или во мне. И я скажу вам больше, что именно дела являются мирилом нашей веры. И они показывают, жива ли моя вера. Давайте откроем с вами книгу Откровений. Прекрасная книга, которая не очень проста к пониманию, и поэтому, к сожалению, не так популярна. Не часто ее читают верующие люди. Но апостол Иоанн, будучи в заточении на острове Патмос, он получил откровение от Святого Духа, которое он должен был, в принципе, передать изначально семи церквам Малой Асии, определенного географического места, определенным семи церквям. И целью его было утверждение их веры и окончательной победе Ишуа Мессии. Давайте с вами откроем третью главу. Эту часть мы, конечно, читаем чаще. Послание семи церквям. Третья глава с первого стиха. И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Прекрасные слова. Что мы видим? В этом тексте Дух Святой устами апостола Иоанна говорит пастырю Сардийской церкви. Он говорит, что его дела показывают, что его вера мертва. Как пастырь я бы не хотел, конечно, услышать такие слова. Но это так и есть. И если кто-то удивляется, что я говорю пастырю, то я объясню, почему я это делаю. Думаю, что мы с вами знаем и понимаем, что церковь – это собрание, экклесия, собрание людей. И когда формировался институт церкви, то на руководство этой общины ставились живые люди. Не ставились ангелы, потому что ангелы – это в суть служебные духи, которые призваны этим людям помогать. Поэтому Дух Святой говорил непосредственно человеку, то есть пастырю или епископу, который должен был это послание передать всей общине. Там написано, слушайте, что Дух говорит церквям. Это послание было к церкви. Итак, Дух Святой в этом тексте дважды акцентирует внимание на делах. Он говорит, что «Твои дела показывают состояние твоей веры». Он также дает наставление, чтобы пастор бодрствовал и утверждал других людей, потому что и их вера, она близка к смерти, чтобы они подтверждали свою веру делами пред Богом. Фраза «Чтобы дела твои были совершены» не говорит здесь о том, что Бог говорит о совершенстве веры, потому что часто мы читаем почему-то, что «Дела твои были совершены пред Богом», делаем неправильное ударение. Но тут используется слово «совершены», что значит «наполнять», «исполнять», «совершать». Другими словами апостол Иоанн, он призывает верующих «исполнять», «совершать дела». И дальше он делает такой небольшой, но очень важный акцент, на который мы почему-то не всегда обращаем внимание. Он говорит, что «совершать дела необходимо пред Богом моим». Дела надо совершать пред Богом. Это ключевой момент. Я еще раз повторю, дела надо совершать пред Богом. Потому что, думаю, что мы знаем, что дела можно совершать и перед людьми. Можем и делать дела перед людьми. Да, мы ходим перед Богом, но дела делаем перед людьми. Иешуа во время своего земного служения очень ясно предупреждал, чтобы мы свои дела делали не перед людьми, а перед Богом. К этому вопросу мы с вами еще вернемся. Вообще вопрос взаимосвязи дел и веры очень важный и очень актуальный. В современном христианском обществе времен пандемии появилась тенденция, что люди верующие почему-то становятся инертными. Вот сегодня часто можно услышать и увидеть, что люди говорят, что достаточно того, что я хожу на собрание, достаточно того, что я даю десятину. Мол, мы очень заняты, что вы еще от нас как бы хотите? Это, конечно, опять-таки, где-то там есть, у нас этого нет. Давайте откроем послание Якова, третью главу. Прекрасный текст, очень интересный. Я люблю вообще послание Якова. Это одно из моих любимых посланий. Апостол так четко, ясно дает такие акценты, делает такие направления. Аллилуйя. Прочитаем 17 стиха. Так и вера. Если не имея дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, Отец наш, возложив на жертвенники Саака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен Друхом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не веру и только? Подобный раб блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Очень интересные и очень актуальные слова Якова. И говорит он их не в контексте десятины и хождение в церкви, а в контексте дел, а именно непосредственной помощи ближнему. И я не знаю, друзья, знаете вы или нет, но эти слова апостола Якова, они привели в замешательство Мартина Лютера, отца реформации. Получив откровение об оправдании верою, Лютер настолько увлекся этой идеей, она настолько его проникла, что фраза Якова, человек оправдывается делами, а не верою, привела его в замешательство. Да при том, настолько сильно, что он засомневался даже в богодухновенности этого послания и хотел послание Якова с канона убрать. Друзья, но, как мы знаем, это канонические писания, это послание каноническое, и оно изначально церковью было принято как богодухновенное. Хорошо, но давайте вернемся к тексту. Яков очень просто и достаточно понятно говорит, что если вера не имеет дел, то она мертва сама по себе. Причем на это он акцентирует внимание вот в этих девяти стеках трижды. И делает он это, чтобы его слушатели, они утвердились в этой истине. Эти слова являются основной идеей этой части послания. И дальше он приводит пример Авраама, потом блудницы Рааф, чтобы показать связь между верою и делами. В нашей с вами жизни тоже очень важно обращать внимание на нашу веру и на наши дела. Очень часто мы можем видеть людей, которые говорят, что я верю в Бога, но их не и дела. Они говорят совершенно об обратном. Вера имеет дела, друзья. Причем дела должны быть правильными. И тут, друзья, я скажу вам, что, конечно, нам с вами нужно согласиться с идеей Лютера, которая основывается на словах Рафф Шауля, которую он написал в послании римлянам 3 главе 28 стихе. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Аминь. Вы со мной соглашаетесь, что мы оправдываемся верой независимо от дел закона. Верою только верою мы получаем оправдание. Но оправдавшись нашей верою в Ешоа Мессию, мы начинаем делать дела нашей веры, чтобы нашими делами утвердилось наше оправдание. Чтобы наши дела, они показали, что мы действительно оправданы. Если мы, что мы понимаем наше оправдание. Потому что, друзья, если дела, нету дел в вере, то у меня сомнения, понял ли человек, что Ешоа сделал в его жизни. Наши дела, они утверждают наше оправдание. И тут, друзья, в процессе всей нашей жизни нам крайне необходимо вникать в себя и вникать в учение. Нам это необходимо, чтобы понимать характер нашей веры, которая состоит из наших дел. Чтобы понять веру человека, достаточно посмотреть на его дела. Наши дела показывают характер наших дел. Потому что, как мы с вами прочитали, человеческие дела могут показывать мертвость веры. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. На основании чего? Иоанн говорит это. На основании дел. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Что же это такие за дела, которые показывают мертвость человеческой веры? Это очень интересный и очень важный вопрос. И я уверен, что нам крайне с вами необходимо знать на него ответ, если мы хотим совершить путь своего спасения и быть приняты в небесные обители Отца нашего. Давайте попробуем с вами разобраться с этим вопросом. Что же это такие за дела интересные и как бы не очень для нас приятные? знают твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Священное Писание показывает нам, что для народа Божьего всегда была глобальная миссия, которую Всевышний возлагал на Него. Так, израильский народ, он должен был быть светом для окружающих его народов. Аминь. Для нас с вами, друзья, верующих Нового Завета, эта же миссия остается. Бог соединил нас, евреев и неевреев, в один Божий народ, чтобы мы стали светом для всех других народов, чтобы Евангелие, Царство, Ишоа, Мессии распространилось для всех народов по всей земле. Каким же образом этот свет должен распространиться? Я думаю, что мы с вами знаем, что в распространении Евангелия существует два понятия. Первое понятие это Евангелие слов, второе понятие Евангелие дел. Слышали о таком? Я думаю, слышали. В первом случае мы веруем и поэтому проповедуем благую весть. Помните слова Давида в 115-м псалме? Я веровал и потому говорил. Так и мы с вами, мы веруем, что Ишуа Хамашиах, он умер за мои грехи, на кресте глагов и пролил свою святую кровь и воскрес для моего оправдания. И поэтому мы говорим, мы делимся этой радостной новостью, что мои грехи, они покрыты, что я имею прощение, оправдание, что Бог осветил меня, отделил от этого мира, сделал святым, сделал детем царя, как мы сегодня пели. И мы, потому что мы в это веруем, поэтому мы говорим, идем, благовествуем Евангелие Царства. В случае Евангелия дел, друзья, мы верим, что Бог произвел в нас некую трансформацию. И наше естество, оно хочет делать добрые дела. Что происходит с нами, когда мы вращаемся к Богу? Бог изменяет нас, наш дух перерождается, мы становимся новым творением, и это новое творение, оно хочет делать добрые дела. Вспомните себя, когда вы только уверовали. Я не знаю, хочется всем рассказать и всем помочь. Ты все видишь бабушку, которой надо что-то помочь, ты видишь маленького ребенка, упавшего в песочницу, ты видишь везде, что что-то нужно сделать, потому что твое естество, оно измененное, и ты хочешь делать добрые дела, чтобы было прославляемое имя того, кто тебя изменил, кто тебя исправил. Это очень важный момент, друзья, который способствует распространению Евангелия. И тут очень важно, чтобы у нас было соответствие наших слов и наших дел. Ведь неверующие люди, они иногда почитывают Библию, бывает. А даже если они ее не почитывают, то есть, в принципе, те неписанные законы, которые они знают, которые передаются из уст в уст, и по сути, как бы, люди, может быть, Библию не читали, но они примерно понимают, как Бог хочет, чтобы мы себя вели. И поэтому должно быть это соответствие наших слов и наших дел. И большому сожалению, на протяжении всей истории существования церкви, вот были эти моменты несоответствия слов и дел, и это отвращало и продолжает отвращать людей от Бога. Бывает же такое, что иногда вот такие моменты, они присутствуют. И мы видим, друзья, даже, что в Писании Рав Шауль говорил, что некоторые люди проповедуют Ешуа притворно. Помните, в послании филиппийцам в первой главе написанной об этом? И он использует слово притворно. В оригинале это слово значит для видимости, на показ. Рав Шауль, правда, говорит, я радуюсь и этому, но состояние сердца человека, который это делает, для видимости, на показ. Другими словами, человек проповедует не потому, что он верит, а потому, что он хочет, чтобы другие видели, что он верит. Это ему по каким-то причинам выгодно. только ему одному известны эти причины, но ему это выгодно, друзья. Такая ситуация происходит, в принципе, и в вопросе дел. Ведь дела можно тоже делать на показ. Почему люди делают их на показ? Потому что это приносит, в принципе, какие-то дивиденды. Что это за дивиденды могут быть? Например, уважение, почтение. Иногда это могут быть деньги даже. Мы знаем, что иногда и финансовый вопрос присутствует в этой теме. Но Бог ожидает от нас чистых сердец. Бог ожидает от нас сердец, которые будут направлены на то, чтобы прославлять имя своего Господа. Я повторю еще раз, что цель нашей жизни с вами прославлять своего Господа. И в Нагорной проповеди, которая является фундаментальным учением, которое Ишо, Мессия декламировал как раз в противовес религиозным, то есть мертвым убеждением книжников и фарисеев. Так вот, в Нагорной проповеди Ишо показал ключевой принцип, которым должен руководствоваться каждый верующий человек в своей жизни. Давайте откроем Евангелие от Матвея, 5 глава, с 14 по 16 стих. Написано, мы очень хорошо знаем этот текст, кто-то может быть даже наизусть, вы свет этому миру, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так, он подводит итог, так, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Смыслом твоей и моей жизни должно быть совершение добрых дел. Аминь? Не аминь, друзья. Я специально так сделал. Вы невнимательны. Недобрых дел. Смыслом твоей и моей жизни должно быть совершение добрых дел, которые прославят твоего небесного Отца. Аминь. Вот это аминь. Это аминь. Будьте внимательны. Иногда проповедники с кафедры такое выдают. Надо их проверять. Я скажу вам, быть внимательными. Будьте всегда внимательны. Слово Божье мирило. Не слова проповедника, Слово Божье. Наши слова должны соответствовать Слову Божьему. И Слово Божьему говорит, что смыслом твоей и моей жизни должно быть прославление небесного Отца. Вся наша жизнь, все наши дела должны быть посвящены именно этой, не побоюсь сказать, главной цели. Главной цели прославить небесного Отца. Если же эта цель начнет меркнуть в жизни верующего человека, то его вера начинает из живой превращаться в мертвую. Если теряется, это главная цель. Хочу обратить ваше внимание, друзья, еще на один аспект веры. В книге Откровений последней главе Иоанн сказал, давайте откроем с вами Откровение 22 глава 12 стих. Все гряду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Кто получит воздаяние за свои дела? Каждый. Написано каждый. Мы видим, что каждый человек на земле, независимо от того, верующий он или неверующий, получит воздаяние за свои дела. Только те, кто во Христе на основании своего оправдания веры, они будут иметь это воздаяние для награды. Но это тоже является воздаянием. Но воздаяние для награды. Поэтому Рав Шауль, он так много в первом послании Коринфянам говорит именно о награде. Он уделяет очень много внимания этому вопросу. Но когда эта награда будет нам дана? На земле или на небесах? Как вы думаете? Награда будет на земле или на небесах? В первую очередь. Как Бог определит. Ясно. Но я скажу вам, что сейчас, конечно, многие верующие живут, ожидая награды приземной жизни. Но мы должны понимать, с вами слова Ишуа, который говорил в Нагорной проповеди, 6 главе, 21 стихе. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Друзья, сегодня нам надо задать себе вопрос, где мое сокровище? Живу ли я, собирая свое сокровище на небесах, чтобы получить похвалу и награду от Бога, от Бога, которому одному я служу и чье имя я хочу или же я уже сейчас хочу иметь свою награду? Я хочу вас, пожалуйста, еще обратить ваше внимание, что есть разница награды и благословения. Мы хотим все иметь благословения, чтобы Бог благословил нас в этой жизни, но еще будучи на земле иметь благословения. Между благословением и награды есть небольшая разница. Я не буду сейчас на этом сильно акцентировать внимание, но скажу вам, что проблема сегодняшнего христианского общества как раз именно в заземленности или приземленности. Поэтому зачастую люди хотят получить свою награду здесь и сейчас. Я буду что-то делать, потому что я хочу награду, мне надо награды сейчас, мне надо почтение людей сейчас, мне надо уважение людей сейчас, я сейчас этого хочу уже, я сейчас хочу это иметь. Поэтому сегодня христиане, они в принципе берут на себя такую миссию определять успешность или неуспешность церкви количеством ее членов. Поэтому сегодня мы можем видеть, что христиане порой даже хотят быть добрее Бога и готовы закрывать глаза на грех. Поэтому зачастую нами благословение, оно измеряется сугубо материальными мерками. Мы вот благословение это то, что мы видим, то, что можно пощупать, на чем можно поехать, где можно поспать, вот это вот благословение. Поэтому сегодня не модно в церкви говорить о грехе, а модно больше говорить о том, чем мы обладаем в Боге. Вот об этом больше говорится. Но нам, друзья, очень важно позиционировать себя как граждан небес. Жить, понимая, что наше сокровище, оно на небесах. И мы собираем его для того, чтобы получить награду от Господа. Да, порой хочется, чтобы тебя человек похвалил. но правильно делать все для того, чтобы ожидать награду от Бога. И наша вера должна быть направлена в небеса к Богу и только лишь тогда она будет живой. Потому что вера становится мертвой тогда, когда она теряет ориентацию. Когда ты начинаешь ориентироваться не на Божье, а на человеческое. Когда ты начинаешь ориентироваться на земную, то твоя вера, она начнет умирать. Потому что твой ориентир, он уходит, друзья. Когда вместо небес наших сердца ориентируется на земную, это проблема. Когда целью наших дел перестает быть прославление небесного Отца. Вот это приводит к омертвлению нашей веры. Давайте вернемся в Нагорную проповедь. Матвея 6 глава. 1-2 стих написано. Смотрите, не творите милостыни вашей предлюдьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно вам говорю, они уже получают награду свою. Что мы видим? А видим мы, что человек, который ходит перед людьми, он делает и дела перед людьми. И в оконцовке и награду он, по сути, получает перед людьми. Да, скажут, какой молодец, какой щедрый брат, аллилуйя, какой это награда от людей. Как Писание, что Писание учит? Что, когда твоя правая рука делает, то левая, что? С транспарантом стоит, я делаю. Нет, левая не знает. Аллилуйя. Но я скажу вам, что сердце человека, который ходит перед людьми, не направлено на то, чтобы прославлять небесного Отца. Такой человек, он ищет славы себе. Бывает же такое. Бывает, друзья. И хоть он и делает добрые дела, но вера такого человека, скорее всего, мертвая или близкая к этому. Евангелие от Матвея, 6 глава, 5-6 стих. Та же Нагорная проповедь. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. Что мы видим в этом тексте? Ишуа говорит, что ты можешь очень правильно, ты можешь очень хорошо, очень красиво молиться на служении, но если у тебя нет твоей тайной комнаты, где ты имеешь личные отношения с Богом, то награду свою ты уже получаешь. Люди думают, какой духовный брат, какая духовная сестра, ай-яй-яй-яй, какой молодец, но, друзья, награда от людей. И тут скажу, что в принципе не важно какого уровня ты служитель. когда-то одного очень известного пастыря, может вы поймете, я не хочу говорить о ком речь, но одного очень известного пастыря спросили, сколько времени ты день молишься? Он тогда ответил очень духовно, все были в захвате от его ответа. Он сказал, я не молюсь, я с Господом хожу. Слышали, может быть, об этом, да? знаете, что концом его было великое падение. Богу надо молиться, надо иметь личное отношение с Богом. Не служение нас держит, нас держит отношение с нашим Богом. И самое главное, самое главное, друзья, что я скажу вам, что в нашей жизни нам надо понимать, что если мы начинаем быть ориентированы больше на людей, то мы начинаем попадать в проблемы. Начинаются проблемы именно с нашей верой. Если наши дела стоят впереди наших отношений с Богом, то, похоже, наша вера, она находится в опасном состоянии. И тогда наши пусть самые правильные и самые духовные дела могут вызвать слова, которые мы услышали в откровении. Знаю твои дела, что ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И я не буду считать вам дальше Нагорную проповедь, но мы знаем, что в отношении поста были сказаны те же самые слова. Тут в этих трех примерах милостыня, молитва и пост показан принцип. Пред кем мы ходим? Где мы ожидаем иметь награду и когда мы ее ожидаем? Для чего мы все это делаем? Чтобы иметь награду от Бога или чтобы иметь подхвалу и награду от людей? И я скажу, что если подвести итог сегодняшним размышлением о состоянии нашей веры, то можно сказать, вера, которая не богатеет в Бога и не ищет прославлений своего небесного Отца, она близка к мертвости. Если вера не богатеет в Бога и не прославляет небесного Отца, она близка к мертвости. Но я уверен на нас, что мы с вами друзья живые. Потому что если ты уверовал в Бога, то ты живой. Амин? Амин? Слово Божье говорит Анаста. Послание к Ефесянам, 2 глава, 4-6 стих. Бог богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас мертвым по преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небеса в Ешуа Мессии. Амин! Бог оживил нас вместе с Ешуа, и Он уже посадил нас на небесах, написано, чтобы, для чего Он это сделал? Он это сделал, чтобы свои сокровища мы смогли приносить туда. Бог не сказал это делать ангелам, Бог не сказал это делать каким-то другим посредникам. Он Сам посадил нас на небеса в Ешуа Мессии, чтобы мы могли это делать сами. И свои сокровища мы сами собирать можем на небесах. Аллилуйя! Если ты в это веришь, то скажи, в Ешуа я живой. В Ешуа я живой. В Ешуа я живой. И я буду делать дела, которые будут прославлять моего небесного отца. Аллилуйя! Слава Богу! Если мы с вами это понимаем, друзья, то вся наша жизнь должна быть направлена на то, чтобы наша вера производила дела, которые будут приносить славу нашему небесному отцу. Эти дела мы будем стараться делать тайно, делать перед Богом, не перед людьми. Мы не будем трубить о наших делах. Наши дела, они будут и впереди нас. Мне нравится в этом плане послание к Галатам. Первая глава. Посмотрите, там апостол Павел, он говорит о своих делах. Он говорит о том, что-то, он то делал, то. Но мне нравится не это. Да, ему надо было такие слова сказать, но мне нравится последняя фраза, что церкви в Иудее, которые знали его раньше, что он делает, видя его служение, и прославляли Бога за меня. Не прославляли Павла, а прославляли Бога за его служение. Так и хочется нам, чтобы за наше служение не говорили, о, какие они молодцы, говорили, слава Богу, Бог великий в этой общине, Бог сильный в этой общине. Халлилюя, друзья, слава Богу. Очень хочется, чтобы мы искали Божьего лица в личных отношениях, потому что это самая большая ценность, самая большая ценность, которую своей жертвой открыл для нас Ишуа Мессия. Очень хочется, чтобы выражали нашу веру своими словами проповеди Евангелия Царства, чтобы Царство нашего Господа и Царя, оно распространялось и слава Его имени сияло над этим городом. Аллилуйя! Если вы помните, то в начале проповеди я заявил о своей цели. верю, что это цель и цель Духа Святого. Он вдохновил меня на это слово. Я скажу, что я, когда садился писать, я совсем о другом хотел говорить. Вот совсем у меня, знаете, как проповедники меня поймут, что есть вот ты хочешь говорить о чем-то. Но потом в процессе того, как я начал писать, я даже план свой поменял полностью, потому что Бог направил меня в другом направлении. И моя цель, цель помочь каждому из нас сделать анализ своей веры. И на основании Слова Божьего, самое главное, на основании Слова Божьего прийти к решению искреннего и правильного, то есть значит, что значит библейского посвящения Богу. Что это за посвящение? Это такое состояние нашего сердца, когда мы становимся готовы отвергнуться себя, взять свой крест и следовать за Ишу. Это такое состояние, когда мы готовы умереть для себя и жить для Бога, чтобы вся наша жизнь, она прославляла нашего спасителя. И сейчас я хочу призвать каждого из нас во время поклонения пристально заглянуть внутрь своего сердца, пристально заглянуть, внимательно посмотреть, застановиться и подержать в поле зрения и сопоставить свои дела с Божьим Словом. Помните, у нас был недавно семинар, и Роджер на второй день, он учил нас слушать голос Божий. Мы сейчас можем практиковаться в этом, тому, в чем он учил, слышать голос Божий. И если вы почувствуете в своем сердце некое несоответствие может быть ваших дел со Словом Божьим, почувствуете, что Дух Святой, Он призывает вас к покаянию, не стесняйтесь, не стесняйтесь, становитесь на колени, выходите вперед, делайте, что хотите, но говорите пред Богом свое сердце, община это не место, где стыдно каяться, друзья, это не место, это место, где Дух Святой работает, чтобы привести нас к покаянию, чтобы изменить нас, чтобы преобразить нас в образ твоего Сына, не только место, где нас будут вдохновлять, и все, чтобы мы шли, делали, это еще место, где Дух Божий, Он работает с нашими сердцами, чтобы изменить нас, чтобы преобразить в образ свой, Он хочет, чтобы мы были подобны Ему, и Писание говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного, и здесь будут служители, если вам надо служителя, помолятся, вы, друзья, если мы вспомним послание к Сардийской Церкви, то пастору необходимо прочитать было свое это послание о своей мертвости перед Церковью всему собранию, понимаете, и целью того, что было написано, целью Духа Святого, это был призыв Его и всей Церкви, призыв к покаянию, я не говорю, что это нам надо, я говорю, что давайте будем чуткими к Духу Святому, что Он будет делать и что Он будет говорить. Сегодня к нам он Субтитры создавал DimaTorzok